Добрый день, Владимир Владимирович! Привет, Сергей, что тебе надо ведь? Я тут, как говорится, ищу вас по всему Кремлю, а вас нигде нет. Все правильно, я сейчас в Анадыре. В какой дыре? Не в дыре, а в Анадыре. Это столица Чукотки. А, а я просто смотрю, вы так труситесь от холода. Подумал, вы где-то в Подмосковье поехали с местными жителями померзнуть. Ну, в этом нет необходимости. Они там и без меня прекрасно справляются. Я, кстати, поставил задачу местным властям Подмосковья, чтобы они в срочном порядке отключили остальные работающие котельные. Я считаю, это несправедливо, когда одни мерзнут, а другие нет. Мудрое решение, Владимир Ведилович. Как говорится, в мерзлоте, да не в обиде. Так, а чего вы на эту Чукотку поперлись? Вы же там за 20 лет ни разу не были. Ну, вы сами подумайте. Население Чукотки 50 тысяч человек. А это потенциально 150 тысяч голосов за меня на предстоящих выборах. Поэтому программа насыщенная. Мы сегодня с Песковым были в местной теплице. Мне там посчастливилось потрогать большой огурец. У кого? У Пескова? Что у Пескова? Ну, огурец большой вы трогали у Пескова? Просто я с ним как-то в банке парился. Там у него максимум корнишон. Да при чем здесь Песков? Говорю, в теплице там у них растут большие чукотские огурцы, помидорчики всякие приличные. Там заведующая теплицей, веселая такая женщина, дала мне всю свою растительность понюхать. Какой кошмар! Теперь я понимаю, почему вы туда 20 лет не ездили. Так, Сергей Куймаржович, вы хорош умничаете. Что вы хотели? Что я хотел? А вот, вы же меня все эти дни спрашивали, куда пропал Герасимов. Так вот, с ним все в порядке. Он нашелся. Приехал сегодня ко мне. Герасимов, че ты стоишь? Иди сюда. Вот он, родненький. Сергей Тугодумович, а это точно Герасимов? Конечно. Не верите мне, можете спросить у него. Валерий Васильевич, это вы? Ну, как видите? Что видите? Он же молчит. Ну, правильно. Молчание – знак согласия. Поверьте, это точно он. Да я вам верю. У меня вопрос, почему он молчит? Владимир Турпилович, вы читали Муму Тургенева? Ну, и что? Так вот, там Герасим тоже всю книгу молчал. Но у читателей к нему же никаких вопросов не возникало. Да откуда я знаю, че он молчит? Он на всех наших с вами видеосовещаниях постоянно сидел и молчал. Мне в тот момент за двоих приходилось отдуваться. Но вас же тогда все устраивало? Ну, допустим. А сейчас-то почему он молчит? Ну, наверное, думает, что у нас опять началось рабочее совещание. Да, но на тех совещаниях он хотя бы выглядел как живой. А этот какой-то, я не знаю, фанерный, что ли? Так, Владимир Владимирович, вы меня, конечно, извините, Но фанерный здесь только я. Не надо ему приписывать мои заслуги. Ну, ладно, может, я не так выразился. Я имел в виду, что он выглядит как ненастоящий. Но россияне про вас то же самое говорили, когда смотрели ваши новогодние обращения. У вас там то подбородок свисал ниже галстука, то голова двигалась отдельно от шеи. Не Владимир Владимирович, а Франкенштейн Франкенштейнович какой-то. Так, Сергей на уши Лапшовешевич, что за чушь вы мне несете? Я что, по-вашему, не понимаю, что это не Герасимов, а его какой-то картонный трафарет? Ладно, Владимир Владимирович, раскусили вы меня. Хрен его знает, где этот Герасимов. Он как в Севастополь в командировку уехал, так больше на связь и не выходил. Да и ладно бы только он, там целый командный пункт больше на связь не выходит. Ну, и вы решили меня этой картонкой задурить? Виноват, Владимир Владимирович, но это не я придумал. Тут один наш депутат Вологодского дурдома, ой, это Гордумы, предложил отправлять семьям военнослужащим такие трафареты с изображениями их родственника, который отправился на СВО. Зачем это? Ну, типа он прямо с фронта приехал побыть с родными на праздники. Вот мы и решили поэкспериментировать. Сделали картонного Герасимова в полный рост. Ну, я вижу только верхнюю его часть, а нижняя где? Как где? Отправили к жене исполнять супружеский долг. Кстати, жена, в отличие от вас, никакого подвоха не заметила. Ну, понятно. Ладно, давайте заканчивать, а то у меня тут на морозе уже ботокс в щеках подмерзает. В общем, делайте, что хотите, ну, чтобы завтра Герасимов был у меня в кабинете. Слушаюсь, Владимир Владимирович. Кондратьев, твою дивизию. Срочно звони жене Герасимова, скажи, что нам на завтра нужна его нижняя часть. Продолжение следует...